Девушки отдыхают Удачи, братан! 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 Удачи, братан! Девушки отдыхают Удачи, братан! Девушки отдыхают Удачи, братан! Девушки отдыхают Но Fnatic все-таки Команда более статусная Сама организация Более крупная И трехкратные Чемпионы Мейджора Многие из них Сама организация И плюс Кримс И команда, которая Будет участвовать Если повезет На следующем европейском миноре Да? Да, да, да Вот, но почему Я выбрал именно Fnatic? Потому что Если взять историю Развития Последние полгода То Вспомним Чикаго Когда они Чуть не обыграли Астралис У них были матчпойнты За выход в финал Против Астралис Команда, которая В 2018 году была непобедима Они ввели В счет был 1-1 И на Инферно Они, по-моему, ввели 15-11 Или 15-12 Чуть, может, даже и больше И Астралис дали камбэк И выиграли этот турнир Знаете, что И тогда я подумал, что У Fnatic действительно есть Светлое будущее Они после этого выиграли Grand Slam И про них забыли почему-то Вот они снова На этом турнире Смотрите, нам показывают Команду Норс Их результаты на этом турнире Вот какую тему Хотела поднять Посмотрите, сколько матчей Они сыграли Какие насыщенные У них были встречи И поражения, и победы И они начинали с 0-2 И разыгрались уже К последнему туру Швейцарки И у них был всего Один день отдыха В отличие от Fnatic Которые вышли 3-0 Всех удивили Да, но Может быть у них уже Пропал тот запал За эти пару дней А Норс как раз На пике формы Как вы считаете? Я думаю, плей-офф Для JW Кримса Запал не пропадет Они любят сцену Это игроки, которые к ней привыкли И в данный момент Именно этот фактор Для меня Является самым решающим Потому что Основным Потому что Норс В Стокгольме Только три игрока Были на сцене Прям так, чтобы выиграть его После этого у них Были очень неудачные выступления Ну а если смотреть Не с точки зрения опыта Выступления на сцене А именно с точки зрения Самой игры На этом турнире? На этом турнире На этом турнире Ну я бы не был так однозначен То есть да, Fnatic Выступают очень хорошо У них все получается Но их игра Больше строится На каких-то индивидуальных маневрах Нет, неправда Они чуть-чуть стали структурнее играть Мы же про это обсуждали Неоднократно С первого матча, со второго То, что Кримс и JW Это игроки, которые Не могут играть в структуре Кзис строят структуру Мы там и с Лехой обсуждали Вот Но И с каждым матчем Мы анализировали то, что Они играют все лучше и лучше Это я говорю про Fnatic И Я имею в виду JW и Кримс Они адаптируются к этой системе И После первого этого матча Не Fnatic Мы заметили, что Прогресс есть И потом Сразу следующий матч Не выигрывает у Energy И у Vitality И у Vitality Ну вот я по тем матчам, которые я видел И против Energy И против Vitality Там было два случая Когда против Fnatic Пытались пикать нюк И Vitality И Energy И это была в итоге ошибка Но Я бы не сказал, что Fnatic играли как-то супер Фантастически Оригинально Они играли За счет своей дерзости Какие-то там маневры Я посмотрел Там этот нюк Я сам был удивлен В стиле того, что GV там делает Супер падение Совсем Они находятся в мете Но это самое эффективное, что может быть Упасть в вентиль Это однозначно Ты создаешь панику в головах соперника Ну Это чисто такой самый яркий пример Они много подобных Да, но это одна из самых эффективных мет на этой карте Это пройти в метро Либо упасть в вентиль Лучше всего Этого ты, наверное, не придумываешь Такого, чтобы прямо накалить ситуацию Для дефенса Вот И Fnatic Я стрелял их нюк против Vitality Они находятся в мете Они знают, как играть на этой карте Это часть структуры, о которой ты говоришь Вот эти вот агрессивные, неожиданные маневры Это часть мета, которая может разрушить дефенс Ну просто говоришь, что Fnatic Эффективнее этого Ничего нет Ну просто ты сказал, что На других картах, да Структурнее Однозначно Мы смотрели кэш Мы смотрели мираж Однозначно структурнее Иногда им тяжело играть Иногда нет Вот Это все зависит уже больше от Наверное Адаптации Чем больше они играют Тем лучше Но однозначно Fnatic на нюке играть умеют Хотя они его не играли До До VSG вообще Практически И я тогда сам удивился, как они обыграли И NRG И Vitality решил глянуть Ну там Сверх естественно ничего нет Это не Astralis Но они В мете Они могут легко обыграть на этой карте Norse Вот Да вообще в целом видно, что Амбиции сидят такие Прям, знаешь, мощные внутри игроков Поражение на VSG 15-0 Они приехали и сделали 3-0 в группе Чего от них никто не ждал Это заслуживает уважения И в принципе тоже Ключевым фактором является В прогнозе Даже удивительно Я честно Вот не ожидал от команды Fnatic Что после серии поражений Вот таких вот обидных Досадных И на Major И на VSG Они вернутся И у них Будет вот такой вот Сплеск мотивации На Турнире следующем На Star Series А не наоборот Какие-то серии Еще больших Еще худших результатов Еще больших провалов Но все-таки Вот мы видим Что на этой Star Series Как-то получается Fnatic Все равно это признак Нестабильности Ну да Ну смотрите Вы говорили не про нестабильность Нестабильный был только по ходу Major Все Ну VSG В VSG он не был нестабильным Они были в полуфинале, да? Да Да, но там такие соперники Там Мибер проиграли тоже Которых никто не ждал Согласен Что это Они не вылетели в первом туре Они прошли до полуфинала Могли выйти в финал Они играли с довольно-таки Сильной командой На том турнире Которая тоже могла Выиграть этот турнир Ну VSG Вот И Если бы они вылетели Как на мажоре На VSG Это было бы нестабильно А здесь они На том турнире полуфинал Довольно-таки крупный Не самый крупный И здесь они в плей-оффе Обыграли Когда все есть Кроме Ликит и Астралис Давайте посмотрим на коэффициенты От нашего партнера GGbet Кто фаворит в этой встрече Потому что матчап равный Но вы все равно Выделяете немножко фнатик Ну Пикер тоже выделяют Немножко фнатик Да все выделяют фнатик Кроме Петерика Уже сказали Ну я сейчас попытаюсь Не знаю Объяснить свою точку зрения Почему я думаю Что у Норсу здесь есть Вполне неплохие шансы Потому что во-первых Они разыгрались по ходу старт-серии И очень значительно добавили В своем качестве игры В своей уверенности В своих силах Еще даже по матчу с Панда Когда был матч на вылет У Норс там были огромные проблемы То есть на том же том трейне Они проигрывали И еле-еле они смогли тогда Вытащить игру против команды Которая вообще Ну не является претендентом Ни на что на этом чемпионате И явно ниже всех других по уровню Но потом Вот уже и в матче с Пандой И потом против MIBOR И еще в следующем матче Норс начали играть все лучше и лучше И против FACE На самом деле Они играли одинаково всегда Просто соперники Были в конце слабее Маппеты на наших экранах Серьезно Минус кэш Мираж от Натиков И они заберут его потом Ну Мираж по идее От Натиков действительно Должен заезжать Вопрос того Что пикнут Норс В данном случае Да, Мираж Тут есть много вариантов Они могут подумать И над даже Нюк будет Нюком От Норс Или Инферно Еще как вариант Инферно вторая сильная карта После Миража Это будет ошибкой У Фнатика А ДАС-2 А, ДАС-2 ДАС-2 Скорее всего А, нюк Ну это Это может быть ошибкой Потому что два нюка Команда Фнатик уже здесь выиграла Но зато есть что проанализировать И понять Есть 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 Большой багаж Но там как бы Я бы взял Я бы взял Инферно Потому что все-таки Норс на нем карают Это правда Ну и Фнатик на нем Чуть сильнее чем на Оверпассе Тоже тут знаешь Такая Фнатик это самая сильная карта После Миража Фнатик две карты в мапуле Мираж и Инферно Если они проиграют Значит это фейл Сразу будет по головам пойдет Итак, у нас будет третья Все-таки Инферно То есть они выбрали карту В которой они лучше А не соперник Равно хуже Ну тут и Норс хорошо Инферно играет Согласен с этим Да, согласен То есть тут карта Ну я даже рад Что будет Инферно А не Оверпасс Потому что ну Увидим что-то красивое Ярче игра должна быть на Инферно Чем на Оверпассе И командам есть что показать Первый Мираж Первая карта будет Мираж И естественно Это фейл команды Фнатик Это отражает полностью Действительность И их винрейт Ну да Последнее время Фнатик В этом составе на Мираже Играют безукоризненно Там Вот по последнему матчу С Виталите можно сказать Что фантастически Хорошо себя чувствуют ребята И особенно в защите Там индивидуально Раскрываются все игроки Подобраны хорошие позиции Все у них там работает И Норс будет реально трудно найти Слабое место Вот в защите В шведской команде Просто Виталик 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 Ну это ВСК Понятное дело Что это была сборная России Вот он Нюк Это будет вторая карта Ну Норс всю свою жизнь Хорошо играет Нюк А Фнатик начали его играть Только с приходом Гзиста И то не сразу Да Да И поэтому многие игроки Там по идее Если их как-то законтрить То может быть потеряются Но тут по идее Преимущество есть У Норс на этой Я смотрел J.W. Главный игрок Который В принципе Если он чувствует себя уверенно И комфортно То он будет Очень Говорится Делать грязь На Нюке да Вообще на всех картах Я смотрел как он играет На Нюке В принципе он довольно таки Понимает что происходит Ну видимо А он же играл раньше Еще с Проноксом его Помнишь Третья карта Но все равно Я имею ввиду что карта не новая Как он первого там Нави Они как Кэф играют Типа редко да вообще Да и вот он Инферно тоже Последние результаты у Норс Как бы говорят сами за себя Они обыграли много Хороших команд То есть все из И Авангар И Виталити И Энерджи И Мибер играют Инферно И на хорошем уровне У Фнатик Последние результаты Кстати на Инферно Подводят Но на этом чемпионате Мы еще не видели от них Инферно Поэтому после вот Онлайн поражения Могли сделать выводы И 16-0 Поражение Да и то самое поражение От Аго Это последний раз Когда они играли на лане А нет против Джитупо Матч за третье место На ВСГ тоже был Но есть шанс Нужно закрывать 2-0 В общем да Не доводить до Инферно Но я не думаю Что это так легко будет То есть закрыть Норс На Нюке Нужно понимать Как это делать Как минимум Поэтому в этом матче Я склоняюсь к победе Именно Норс Знаете Если бы этот матч был Не в плей-оффе Я бы наверное был уверен Что Норс выиграл Инферно Потому что Они там более четко действуют Чуть быстрее в плане мета И чуть вообще Принимают решения грамотнее Вот Но Джей Даблью И Кримс Это такие игроки Которые любят В плей-оффе показывать Делать непредсказуемые вещи Вот И особенно Джей Даблью Он может искать Люрок зоны Это для него Он как рыба в воде В таких вот играх Вот И поэтому Инферно Может быть На бумаге Кстати говоря Как мы видели Норс сильнее Но в плей-оффе Может быть другая игра совершенно Хорошо, давайте по Миражу Это все-таки первая карта Чуть подробнее Чего ждать Ну вот опять же Фнатики У которых безукоризнен Мираж И куча матчей И все победные Возможно это как раз Возможность для Норс Подготовиться и получше Ну вот я жду от Норс Как раз таки Классной подготовки к Фнатик Каких-то анти-стратегий Анти-решений Чтобы контрить Вот эти вот все Агрессивные выпады от GV И вот этот вот стиль игры Достаточно свободный То есть Фнатик просто себя Очень комфортно чувствует На этой карте Я ну не знаю Что посоветовать Норс И как остановить Фнатик Потому что ну Мало у кого это получается То есть тут нужно И скил свой показывать И при этом читать оппонента И при этом понимать Чего от него ожидать И при этом Ну в общем все делать идеально Потому что Ну есть еще такой факт Что Фнатик действительно Долго не играли После 3-0 у них была Куча дней отдыха И могут не сразу Включиться в матч Норс играли вот Буквально позавчера Это им может помочь И по Миражу Еще такой момент Что Фнатик всех На этой карте закрывает А Норс проигрывает И в принципе Пик ожидаемый Можно действительно изучить Соперника Это ожидалось Поэтому Часто бывает Такая ситуация Что Все ожидают Прямо бесшансовой Какой-то игры Легкой Для Фнатик А в конечном итоге Может быть такое Что там первый раунд Какая-то заготовочка Четвертый раунд Заготовочка 5-0 Там где-то ошибка 7-0 Бывают такие ситуации Поэтому плохо Что Фнатик играет Первую карту Именно Мираж Где нужно включиться Своей Им бы начать за атаку Мне кажется лучше Потому что за диффенс У них получается Все очень гладко А вот за атаку Бывают неровности Поэтому в первую очередь Думаю им нужно выбрать Теров Если они Выбрать ножи Ну посмотрим Либо проиграть на живой Норс наверняка Выберут КТ И все То есть Ситуация в принципе Да, все очень просто Да Как ты считаешь Возможно ли подготовиться Норс за один день Ну или вообще просто Это возможно подготовиться К Фнатик Которые чувствуют себя свободно На своем пике Летают И делают что хотят Конечно возможно Команда Астралист Выделяет на это 2-3 часа Минимум 2 часа Выделяет на то Что подготовиться К сопернику Они это говорили в интервью Поэтому Другие команды обязаны это делать Они обязаны знать Как в любом спорте Что Чего ждать от соперника И Фнатиков У Норс Точнее был целый день Для этого Пик ожидаемый Был целый день И не могли это вчера сделать Вот И Другое дело Что на Мираже Особо Прям такого Сверхестественного Или что-то Супероригинального Не придумаешь Именно эти в ганраундах В пистолетах Да, можно что придумать Но за диффенс Когда у тебя сильный диффенс Как у Энц Как у Кого еще У Нави На Мираже Как и у Фнатик То Как бы ты не атаковал Команда Просто будет Чуть-чуть быстрее Тебя реагировать На все размены Будет На шаг впереди В плане Каких-то мелких поджимов Каких-то мелких деталей Все будет решать детали Как и всегда А в этом аспекте На Мираже Сильнее Фнатик За диффенс точку Во второй игровый день Норс играли против Нипов На Мираже Это был десайдер В их матче Проиграл Норс Да Норс тогда проиграли Они взяли 6 раундов В атаке И 6 раундов в защите И в итоге этого Ну как бы не хватает В Контерстрайке Не повзяли 6 раундов Нет, да Норс проблемы с Миражем однозначные Плохо, что как раз таки У них не было 3-0 У них было 3-2 И у них всего один день Поиграть Мираж Попробую поиграю Не наиграешь Против кого ты там в Шанхае Потренишься Только против участников чемпионов Тайлу, да И Тайлу, да И Панда Не, они там искали Я видел Кто вылетел искали там Ну это хороший шанс Кстати, да Для китайских команд В том числе потренироваться И для китайских игроков Которые на азиатской Пролиге Фейсета тоже играют Там, наверное, бум Активности Потому что приехали звезды ФПЛ европейского Американского И когда есть свободная минутка Тренируются с азиатами Занимаемся благотворительностью Просвещением Возим европейских игроков в Китай Не благодарите Да Но и нюк Ожидаемый пик Поэтому фнатик тоже могут подготовить Ну, знаешь, тут Был вариант даст 2 Как мне кажется Более предсказуемый в данном случае Да Я думаю, что даст Фнатики должны были ожидать в первую очередь Ну, две карты анализируешь Не играешь Да, надо было анализировать две карты Это несложно сделать Ну и плюс, видишь Фнатик не захотели Оставлять даст 2 на третью Конечно Тать играет плохо даст 2 Да Это факт Ну, то есть они И я думал, что будет даст 2 Правильный пик Нюк неправильный Потому что в тачке его умеют играть Зачем ты Ну, это пик с сильной Своей сильной карты И мы Никогда не знаем, сработает или нет Пока не увидим результат Ну да Логично Не поспоришь Весьма логично, да Давайте посмотрим расписание Сегодняшнего дня Раз у нас есть время Немножко Нави играет завтра Не акцентировать Немножко Не акцентировать Немножко Полуфинал теоретически Да, между Energy И вот Кем-либо Из победителей То мне кажется, что Победитель матча Фнатик-Норс Может быть даже будет фаворитом В своем полуфинале Против Energy Потому что сегодня Думаю, да Там и Виталити фаворит был Думаю, да Ну, если Фнатик выйдут Обыграв Норс То точно будут фаворитом Там Норс, наверное, будет 50 на 50 матч Потому что мы помним Как в первый игровой день Закончилось противостояние Ну, Норс просто забанят Трейн И все другие карты Будут очень близкими И плюс Оверпасс теперь понятен Какой у Energy Как минимум Ну, в общем Если будет Energy Норс полуфинала Это будет очень ярко Это прям будет возможность Для мести Да в любом случае Посмотреть на сетку Любые исходы Любые матчапы Будут классными Потому что Прошли сильнейшие Классные команды Очень имеют эти теги Классные игроки И трудно предпогадать что-либо Вот 8 команд Любая из них могла В теории выиграть Казалось, что NG Но после того, что Форестом творил В последней игре Любая выиграет турнир Да, да Но НИП не могут выиграть турнир Да, ну вот НИП тоже могут выиграть турнир Не, Na'Vi их закроют просто без шансов Если брать Конкурентов А если Na'Vi не пройдут И будет ENCE, NIP Ну тогда ENCE закроют Не, ну серьезно Они бы не могли выиграть этот турнир Там еще есть кто-то, кто не может выиграть Energy North Виталити уже не могут выиграть турнир Виталити бы не могли выиграть турнир А Renegades, условно, могут, да, выиграть ENCE и NA'Vi Renegades У них есть шанс Но не такой, как у ENCE Все-таки Ну да, там были расклады букмекеров Перед началом вообще плей-офф На восемь лучших команд Так, вас просят, наверное, сделать предикшены А меня Обычно я там тоже есть А это предикшены на что? На Fnatic На карту или на Best of 3? На Best of 3 На Best of 3 Ну я на North буду ставить, как я и ставил до начала этого эфира Окей А ты на... Fnatic Вот, смотрите, Fnatic поставили Да, спасибо, нет, North, да А Нрей будет на North На Fnatic На Fnatic Господи, все смешалось Путаю команды Все, вот это правильно, да А я поставлю на Fnatic Хоть меня никто и не спрашивает, как обычно Но я поставлю на Fnatic Почему? Тебе интересно это? Почему? Мне кажется, что действительно Немножко натупили North с картами Мне кажется, что Fnatic Могут вообще 2-0 закрыть То есть то, что они взяли DAS-2, да? Да Я думаю, что если бы Норс взяли DAS-2 То мы бы, по крайней мере, Inferno увидели Ну там, или что бы там осталось в результате Или какой-нибудь нюк решающий Я просто не думаю, что прям Fnatic Ну то есть нюк был бы классно решающий Fnatic могут к одному турниру подготовить нюк И на нем наказать весь мир Ну я не думаю, что это Это не 100% Да не весь мир Мы не говорим, что 100% играет North Но шансов в Natic есть за игрой 2-0 Ну вот Ну это же Ну так То есть если бы нюк была вместо Inferno 3-й карты А при DAS-2 не было бы такого шанса Вот о чем идет Да То это было бы классно А так, мне кажется, что Норс либо Очень уверены в себе на этой карте Что тоже, возможно, ошибка Либо натупили с матвета, как мы это очень часто видим Ну команда в любом случае виднее То есть команда уже смотрит Я думаю, что они просто очень много готовили Тот же нюк, возможно, к этому турниру И это идеальный шанс его показать Потому что против кого его пикать, если не против Fnatic Да, и тем более в ситуации, когда тебя ждут пика другой карты Да И ты точно знаешь, что он не останется Когда ты играешь очень долго нюк И знаешь, как ты начинал играть этот нюк изначально Там первые разы, первые турниры Ты можешь понять позицию Fnatic Ты можешь понять, в каком положении они находятся сейчас Норс это понимает Они знают, что Fnatic пока еще не чувствует карту этого И, возможно, Норс имеют в голове какой-то план Как их когда-то кто-то обыгрывал Какие ошибки были у них И они будут давить на эти ошибки Возможно, скорость Если бы быстрая скорость На нюке очень тяжело понять, что происходит Да Вот это может происходить Было, кстати, очень много ситуаций в матче Fnatic-Vitality Когда просто сами Fnatic Очень ускоряли процесс самого раунда Наводили хаос по всей карте Выходили одновременно и на улице И падали в вентиль И кто-то напрягал на рампе И при этом кто-то оставался в лобби И просто ждал поджима скрипа То есть там раунды были максимально непонятные Хаотичные И как раз таки в этой ситуации Fnatic Выходили победителями И с Energy тоже была аналогичная ситуация То есть вот Норс, я думаю, должен быть готов к подобному Зачем бе? Зачем пикать нюк? Вполне вероятно В ожидании мы на живого раунда Очень хочется узнать все-таки Когда же начнется этот замечательный матч Ну вот-вот Ну блин, первый день на сцене так бывает Что они какие-то задержки Команды настраиваются Просто снят обсуждать Вы знаете момент такой еще интересный По поводу Такой офф-топ Про мебров У них минус Ушел типа Стюи и Тарик И опять вот эта карма Игроков кикают И они добиваются успеха И причем видишь С Тако тоже это сработало Да, он ушел в Ликвид Ликвид начали развиваться Тако вернулся Все Все Да, энергию Тарик в полуфинале Сидит Спокойно себе сидит Стюи и Вертиго Тренируют себе дома спокойно А все остальные Да, я сказал, что придет Вертиго После майских, да, по-моему Аблас после Майами Ну то есть тоже по сути в мае Ну то есть в мае Ну то есть в мае Все поменяется Поэтому нужно получать удовольствие И все квалификации На миноры Тоже которые стартуют Где-то в мае Приблизительно Или может в июне Тоже будут уже Подайте У Петрика Вышло уже целых два видео О да Или точнее второй на подходе По карте Вертиго Не, но уже я его запостил Уже запостил Поэтому заходите Ютуб канал Петрика Как он называется? Напишите Петрик на Ютубе Найдете Напишите Петрик на Ютубе Вы найдете два свежих видео По карте Вертиго Английский? На одном из них, да Если вы Говорите по-английски И не понимаете нас сейчас Странных Ну они вряд ли здесь Dear international viewers You can turn on subtitles And watch my video Thank you Да, поэтому заходите Смотрите, изучайте Пока матча нет Пока матча нет Есть чем заняться Или там перерывы между картами Там мне кажется будет Много изменений еще Эти твои смоки потом Ну смотри Вот я взял просто Первую официалку Он уже это видео сделал Смотри Первая официалка на Вертиго была Между поляками Ого и норвежцами Норвежцы пикнули эту карту И они уже показали Вот основную схему Как это все будет работать Норвежцы? На данный момент, да Норвежцы Но она будет меняться Нет, естественно она будет меняться Но уже есть какие-то первые основные мысли У нас есть интервью с командой Fnatic Пока у нас есть небольшая пауза Давайте его посмотрим Прямо сейчас Интервью У нас есть был наш, как, playstyle, tactics, или skill from the team. I think, at the beginning of the year we had some, like, mental issues that just grew in the team and just became a huge problem. So, our focus after the last tournament, when you bombed out and lost against Ego with 16-0, we had, like, a lot of talks, individual talks with the players, and then we had a big team talk where everyone needed to, like, open up how they feel, just get everything out there и мы смогли попробовать решить это, и после этого я чувствую себя гораздо лучше. Я думаю, что пресса на партнер на партнеры стремился немного. И для каждого матча, я думаю, мы получили более уверенность и проблемы с проблемой. У вас есть спортскохология или что-то? Нет, но мы работаем на что-то в будущем для партнеров. Это топ-секрет? Да. Это что-то интересует меня, потому что мы видим это с многими командами, что конфиденция. Что вы делаете в игре, например, в игре с НИП, где вы потеряли первую матчу. Каково было конфиденция на команде? Потому что это было не так, как они были уничтожены. Нет, я думаю, это было конфиденция. Но мы все равно, у нас есть все истории. Это было первое матч, после всех этих встреч, что-то было в игре, но мы все равно, но мы все равно, что мы играли хорошие дела. И мы тоже просто взяли хорошие части, но мы просто взяли хорошие. У нас есть несколько летней, легендарной игроков на Фанате. Вы также получили 16-летний, Ролин, который получил 1.35% рейтинг в 1.35% против Vitality. У него очень много потенциал для того, как играть. Как вы работаете с ним, если он не успеет, что он не успеет? Я думаю, что это важно, чтобы он держать его уверенность. Потому что я знаю, что это всегда трудно, как 16-летний человек, как играть с легендами, как вы говорите, и держать его уверенность против него. Я думаю, что его основа для того, чтобы он успеет, чтобы он успеет, чтобы он успеет, чтобы он успеет, чтобы он был уверенность. И чтобы он видит мир. Это же фантастик. Я надеюсь, что я ловил Шангхай, когда я был 16-летний, но я думаю, что я не знаю, что-то очень много. Норфа в квадратных финансах. Они как-то у меня были на противоположене, потому что у них были очень тяжелые матчи в начале, и они смотрели как они были идти на иди, а потом они побежали их вернуть, и сейчас они будут встречать вас. Как вы думаете о вашем результате? Я думаю, что это очень круто. Я думаю, что это очень круто. И потом просто разговаривать, это показывает композицию и стремление, я думаю. Так что это не простая команда, но я уверен, что мы сделаем это. Я очень уверен, что я говорил с тобой, Джампи. Спасибо большое. Большое счастье, ребята, в игре. И мы увидим, что случится, когда Fnatic едет. Вот такая вот фраза была, ну не ключевая фраза, но была мысль о том, что есть и опытные игроки, и молодые, и талантливые. Это ли не секрет успешного коллектива, как вы считаете? Когда есть и молодые звездные, потенциально супер большие звезды в Counter-Strike, и те, кто уже давным-давно имеет этот статус. Ну Blade всегда так делал, да? Во всех командах почти. Ну так и в любом спорте, по-моему, так происходит в любом спорте. Итак, на живой раунд на наших экранах. Совсем скоро мы узнаем, кто же будет выбирать сторону на карте Mirage. Обе команды, которые ощутили на себе 0.16 в последнее время. Да, это особый тип боли. Да. Которая долго тебе мешает согласиться. Оказывается, что ты бессилен. Ты просто не можешь ничего сделать. Ну, проигроки должны как-то... Понимать, в чем была причина, да. Да, делать выводы и не сильно терять уверенность после этого. Такие команды, как Fnatic, если не будут чувствовать уверенность, то им просто нечего будет показать, как мне иногда кажется. Особенно до гзиста. Выберут дефенс. Как бы это, конечно, не сыралось. Не злую шутку. Уже Эйзи тут пытается мансовать, но, увы. Fnatic побеждают. Как вы считаете, все-таки они выберут атаку, как ты говорил Андрей? Они выберут дефенс. В смысле, они верны себе, но у них лучше получается однозначно тащить в дефенсе. В атаке они иногда, бывает, теряются, гзист не так колит, какие-то очень простые раунды делают, и поэтому бывает не получается. А вот за дефенс у них получается очень круто. Посмотрим. Ну, а так мы им советовали начинать в атаке. Просто в атаке легче законтрить команду. То есть ты к ней готовишься, а норс готовится. У них есть конкретно, скорее всего, там, ну, минимум три раунда точно из заготовок. Они сейчас будут их делать, а к ним Fnatic могут быть не готовы. И вот в чем проблема. Вывод по карте Mirage. У нас есть Fnatic, которые прекрасно ее играют, норс, которые играют ее плохо, и потенциально все закончится довольно уверенно для Fnatic. Но есть шанс, что... Я бы не списывал норс со счетов. То есть это команда, которая играет Mirage. Ну, да, не совсем стабильно, да, это не лучшая их карта, но при этом у них тоже в истории есть огромное количество побед над сильными командами на Mirage. Над теми же Fnatic и Fnatic 14. Они всегда готовы навязать борьбу, я думаю. И учитывая то, что этот пик читался, они могли еще и подготовиться. То есть тут далеко не все плохо для Норс. У них есть шансы. Но, естественно, Fnatic немного фаворитнее. На этом мы и закончим нашу мысль и аналитику. Передадим слово нашим комментаторам. Это Акроха и Ленин. Спасибо большое нашей фантастической студии аналитики. Второе Best of 3 на сегодня. Матч, где есть явный фаворит и, наверное, явный аутсайдер. Это Fnatic и Норс, которые выпутались из сложнейшей ситуации. Проигрывали 0-2. Но вернулись и теперь с уверенностью будут пытаться противостоять шведам, которые поражений на этом турнире еще не знали. Да, друзья, всем добрый день. Сейчас вот обсуждала наша студия аналитики особый вид боли. Посмотрим, каков он будет. У меня мысль по поводу того, что, знаешь, 16-0, точнее, 0-16 проигрывать немного веселее, чем вступать в клуб рулонов. По крайней мере, ты не один, вы делаете это в пятером. Вот такой вот небольшой моментик. Но действительно, тут, друзья, внимательно посмотрите просто на то, через какие команды по швейцарской групповой системе шли данные два коллектива. Ну, откровенно говоря, Норс справились с командами, у которых есть легкие, скажем так, неотшлифованности. То есть, MIBOR, там, состав непонятно в каком состоянии. Фейзы, в общем, нестабильные. Ну, и Panda. Вот те коллективы, которые датчане обыграли. У Fnatic абсолютно другая звездная история. Они уже обыграли и покинувших четвертьфинал французов, и Energy, которые этих французов прошли, и Nipov, которые еще сегодня у нас играть будут. Ну, поехали смотреть Mirage. Там прогнозировали атаку от Fnatic. Но более архаично решили шведы подойти к первой половине, выбрали сторону защиты. И сейчас будут встречать Bazua. Итак, JV у нас играет на скамейке. Его не проверяют. Ну, и четко под просвет сквозь дымы. JV забирает первого. Дальше пытается отчаянно простреливать устанавливающего бомбу игрока. Еще пять единиц урона вносит. Но Nors не отказываются от изначально, наверное, намеченного стиля. Идут давить КТ. Правда, здесь сразу четыре игрока. Fnatic, флешка, ну и ближняя стычка. Пока размены в пользу команды Fnatic, благодаря тому, что JV сделал первое убийство сразу. Но время идет. В оттяжку играют здесь датчане. Вальда прекрасно знает, что там, как минимум, еще один точно есть. Пытаются найти второго и третьего. Ну, и дальняя позиция у Гейда. Он укреплен P250. Конечно, не присутствует здесь армора. Ну, вот по голове прилетает. Остается последний Вальда. Крутится за фаербоксом. И что? Бомба отпускается. Диффузо. И все-таки атаку... Точнее, пистолетный раунд. Первый в этой атаке Норс потащили. Из ситуации, напомним, друзья, постоянного меньшинства. JV первого сбривал на проходе. Отчаянно пытался предотвратить установку бомбы. И постоянно-постоянно шведы находились даже на этом ретейке в большинстве. Коэффициенты. По-моему, аутсайдерами были Норс до начала этого матча, когда показывали. Там больше двух на них давали. Ну, я вот в 6 утра проснулся, посмотрел. И была точно такая же история у GGB. Немножечко сместились коэффициенты в сторону того, что фнатики стали фаворитами. Наверное, потому что на них там люди тоже подпроснулись, стали заливать. А так, примерно вот такие, до того момента, как были известны карты. До начала сегодняшнего дня, четвертфинального на Star Series 7 сезона. Ну, примерно... Теперь это моя любимая фраза от Гардена. Напесят напесят. Ну, смотрим, что будет здесь. Решили не сопротивляться, не придумывать какой-то велосипед во втором раунде шведы. Достаточно дисциплинированно просто с юспами. По минимуму хаешка. Они залетают на ковры, но особого горя дачане не испытывают. И вот такими дистанциями на хэдшотик, аккуратненько отсмочив себе правую часть пункта, именно коннектор и стерс, урабатывают уже КТ. Ну, гейт урабатывает по ходу и четвертого. И сейчас будет минус пять. Нет, закрывают. Ну, очень интересно, что игроки Норс просто поломились перед прицелом Гейда, чтобы в очередной раз уже не в первый застилить ему эйс на экономическом раунде. Ну, понятное дело, что для самих игроков разницы это никакой не имеет. JV закупает снайперскую винтовку. Ну, по ходу предыдущих игровых дней в интервью отмечали, что твист в атаке будет мейн-снайпером теперь. Но, видимо, в защите JV все еще играет в этой роли. Знаешь, вот со стадии девайсных раундов, наверное, начнется самое интересное. Потому что мы с Константином обсуждали. Я игр в Fnatic в группе особо не видел. Но подсмотрел вчера «Миражик» с Vitality. Тоже качельки небольшие вначале были. Там даже французы взяли форс-раунд, не самые очевидные. Но потом все эти качели шведы быстро прекратили. Знаешь, что по ходу этого турнира Fnatic показали, так это то, что они отличная команда камбэков. Они могут выпутываться из сложнейших ситуаций. Передряг против NRG не давали. И камбэк проигрывает 2-7, по-моему, на кэше. 1-9 они проигрывали. Нюк в карте команде Vitality все равно каким-то образом выиграли. И не позволили Vitality выйти на третью карту. То есть здесь Fnatic, несмотря на какие-то смены в составе, все-таки похоже на старых Fnatic из 2014-2015 года, когда они постоянно играли в камбэк. Да, некоторые даже... Некоторые даже очень похожи, потому что там мы играли. Ну, смотрим, что будет здесь, дачане. Попытка вскрытия база через очень много раскинутых уже гранат. Ну, вот так визуальные контакты отрезали. Fnatic решили не особо сопротивляться. Кримс получает хэдшот, и публика взрывается. Ну, с маг-10 на коннекторе. Хотя, в принципе, эту позицию Пуша на себя ожидал. Ну, и ретейк 4 в 5. Ну, давайте-ка посмотрим. Твист имеет прекрасные шансы забрать кирба, и все-таки неосторожно против Влада Рума. Сыграл Маркус. Но Гейт на самом деле сегодня хорош, расстрелялся. Вот он плюс есть. И меньшинство для Fnatic. При этом денег у них нет. Твист уходит. Походу, не будет у нас ретейка. Третий раунд. Норс тоже заберут. Отличное, феноменальное начало для северян. Ретейк ретейком, но сейв с отсутствующей экономикой, как говорится, по расписанию. И тут Fnatic прекрасно понимает, что неудачный старт может им сулить серьезные проблемы. И форса мы не видели на втором раунде. И вот такое достаточно, ну, без риска. Без риска решение на первом девайсном раунде. То есть очко команде соперника отдается, тем не менее, вы играете повтор достаточно крепкий. Вы в чате также не забывайте писать, кто, по вашему мнению, фаворит в этом матче. Ну, или за кого вы просто болеете. Fnatic это или Норс. Очень интересно. А вы, Константин? Ну, это такой риторический вопрос, конечно же, за Fnatic с 2013 года. Мне нравятся эти ребята. Но я убежден, что не все разделяют мое мнение. Все-таки это Fnatic. Ровно половина, я вот даже так бы сказал, судя по коэффициентам от GGB. Это разделяет твое мнение. Так, ну, пик. Пик от JV. Попытка быстро здесь получить численное преимущество. JV повторный пик. Ну, там хаешка работает. Не ваншот от него был. Доехал все-таки дэмэдж от хае. И на спрейде твист реализует UMP-шку дважды. Так, ну, слишком, наверное, так откровенно агрессивно решили выпушивать B. JV очень красиво перевелся на позицию за машину. И первый Fnatic забирают. Это, как по мне, так сложнейший такой флик был. То есть мало того, что вверх, так еще и вбок. То есть где-то, как это, на северном на северо-запад перевелся от центра экрана. Ну, жестко, жестко повесил. Действительно, конечно, минус не ключевой. Больше, наверное, роль принадлежит здесь твист, который с UMP-шки двоих на спрыге поймал. Плюс дэмэдж от хаешки или даже хаешкой там забирал. Сейчас покажут. Ну-ка, здесь только часть была видна. Да, верхняя. И спокойно. Ну, JV, конечно. Даже зал взорвался. Так, еще один выпад на мидл. Кстати, Изю уже падает. Этим тоже занимался JV. Затем попадание по ножке Кэддио на 17 хп остается. И спокойно Джеспер Вэксел ливает на базу B. Шорт закрывается к Зистом. И тут, в принципе, стак под B у команды Fnatic. Кримс тем временем закрывает кирба. И агрессивные позиции по разным направлениям. И Fnatic начинают давить. Включать тех самых старых добрых шведов. Да. Ну, опять же, вот то, что я успел посмотреть в игре с Vitality. Неприступной крепостью являлась парочка JV и Кримс. Старая добрая, да. Если там про Эдварда команду Na'Vi пишут 2010, то здесь в чате должны посыпаться 2016. Реально, этих парней французы не могли миновать ни разу на точку. А как бы они свои там сплиты не строили. Многоходовочки, да. Но всегда их заставляли, если они хотят выходить на A, то только через яму или ковры. А вот как-то обойти в спину, ну, не приходилось. Кримс. Фредди Йоханссон подтверждает мои слова. Еще так достаточно уверенно выходит, перестреливает стартик. Там бомба выпала. Есть Вальде. Но он остался в дуэте только с Гейдом. И это 2 в 5 хорошее большинство для Fnatic. И возможность бескровно завершить этот раунд. Вальде и Гейд. Ну, мало что могут сделать. Вот я у тебя хочу спросить, почему 2016? Ну, 15. Ну, 15. Окей. Ну, в 16 там старт серия была. Первый сезон в Минске. Как бы тоже Fnatic выиграли ее у Na'Vi тогда. 2-0 я сидел в зале. Такой пришел посмотреть финал. Думаю, часов в пять будет он длиться. И полтора часа. Минус финал, минус Na'Vi. Фнатики опять же подтвердили свой титул чемпиона. Как они это делали по ходу 2015 года. Ну, по-моему, по-моему, похожая история с Astralis у них была. То есть куча турниров они там выиграли. Ну, смотрим. Пока не спешат Норс как-то дарить нам экшен. Просто вот как на кране стоял Вальде, так на нем и стоит. Гей также не движим. И эти 30 секунд они провели, думая о том, что будут делать в будущем. Потому что это был сейф в атаке. Что не так-то часто мы видим. Но сейчас ситуация вынуждает. Вот у Fnatic пока все клево. Конечно, проиграли они раунд в большинстве на пистолетном. Дальше 1-2, но у них не заехал после экономического. Но все круто. С другой стороны Норс. Как мы уже сказали, выпутались из очень сложной истории. Проигрывали они со статистикой 0-2. И внезапно выиграли при этом не самые очевидные команды. Вот в конце они за выход в плей-офф играли с командой Face Clan. Также вынесли их 2-0. Набирают уверенность по ходу турнира. Второй овек тем временем появляется у команды Fnatic. Знаешь, набирают уверенность на командах, у которых эта уверенность пока не найдена, назовем это так. То есть не самые там ровные были Mibor и Face. В общем, все это, наверное, в группе видели. Кто не видел YouTube. Слэш KSSLTV. Эти игры есть уже, их можно посмотреть. Ну, а мы пока что смотрим, что Норс будет делать после сейва двух калашей до кубки UMP еще одного калаша и дегла. Но, опять же, темп не выглядит как максимально быстрым. Решают по ходу Норс через раскидку уже выходить тем раундом, который у них более-менее получался и доводил их хотя бы до установки планета. Но интересен тайминг. Наверное, это все-таки классическая минута. Ну вот, да, на минуте 0-3 где-то Гейт начал разбрасывать свои смоки. Все это время Кэддиан находился под B. Так, еще один Дюйм прилетает на центр карты, чтобы, наверное, обезопасить выход Кэддиану. Твист, ну, вроде бы он промахнулся, однако Джей Ви со вторым авиком делает свой фраг. Твист продолжает батить внимание на себя, но промахиваться. Джей Ви играет из-под джангла. Шор также пропушен. Это Гзист и Вальдемара. Спасают небеса. Он уже устанавливал бомбу, но затем прекратил ее установку. Бролана его не чекнули за ниндзи. Бролана просто не прошли. Бролан в игнор позиции захода до Чан сыграл, отдавая первую скрипку как раз-таки Твисту, который пытался, как ты сказал, байтить на себя внимание. У него это получилось. Бролана не чекнули. Есть фраг. И теперь Норс немножечко в растерянности. То, о чем я говорю. Сплит через коннектор. Сейчас будет интересно, дойдет до точки А или нет. Тейзи – дальняя позиция. Знает, где Бролан, но не справляется. Джей Ви, конечно же, контролирует коннектор. Здесь Кэддиан. У него 9 секунд. Раунд ему не взять уже никак. 1-2. Джей Ви еще и вышел, но промахнулся по Кэддиану. И тот все-таки Джеспер добил. Что ж, большими потерями, но Фнатик выигрывает этот раунд. И Кэддиан, ну, может, даже возьмет снайперскую винтовку. Наверное, за этим он в окно и полез. Однако раунд за Фнатиком. Кстати, вот интересную я статистику вчера в Твиттере нашел. На одном, так скажем, аккаунте Твиттера. Стейн Пит, друзья, очень интересный. Что Мираж – вторая по скорости карта на Star Series. 84 секунды в среднем играется она. То есть раньше такого показателя не было. Подольше команды играли. Тут, наверное, час аналитики можно потратить на тот момент, почему так случается. Но я веду к тому моменту, что Норс очень медленно пытаются разыгрывать свои раунды. Анипы, допустим, в отличие от встречи с Виталити, абсолютно никак не активизируются в каких-то поджимах. То есть пока что такая ранняя стадия. Знаешь, ключевой момент на четвертьфинале – никто не хочет рисковать. Одни медленно играют, другие не поджимают. Мы видим такую достаточно вязкую игру. Наверное, более удобную игрокам, когда через раскидку ты уверен, что позиции какие-то отконтролишь. С моками, молотовыми, другие позиции перестреляешь. И никто не рискует. И в этот момент просто спрыг с окна. Нет, ну вот нельзя сказать, что Фнатик по ходу этого матча прям не рискует. Особенно вот когда они начали выигрывать. Все-таки были поджимы с ковров B, например. И Шор также жался. То есть Фнатик – вообще агрессивная команда. Об этом давно известно. Но, с другой стороны, атака у них бывает крайне медленной вязкой. Поджим, ковровка, кажется, всегда с базы B. Это такой больше контроль карты по информации. Если не первым таймингом делается, то просто, чтобы ты не организовывал со своими тиммейтами односторонний ретейк точки А через КТ, а просто уже обходишь, пытаясь появиться в яме. Ну вот, поговорили мы о отсутствии агрессии. JV уже выходит смотреть на подвал, но расходятся. JV не до конца понял, что кто-то может там находиться. Инфа пусто. Опять же, посмотрите на Норс. Есть одна снайперская винтовка, 4 пистолета, и большая часть игроков находится поблизости к точке А, но на т-спауне. Так, ну вот, не особенно много гранат. Это то, что может не позволить команде Норс выйти. Есть один дым и флешка. Так, JV прилетает дым, при этом, по-моему, дым от защиты, который позволяет Кирбаю выйти из андеграунда, и уже он вносит урон. У Крим за 9 хп остается. В этот момент, по идее, Норс должны начинать осуществлять свой выход на точку А. Броланд заноза. Ну, вот здесь Молик опять же не прилетает на контроль сэндвича, но зато при фаером чекают. Вот это поворот. Проблемки у Фнатик. Сейчас сэндвич вообще довольно тяжело реализовывать. Вот как я посмотрю, в основном эта позиция вскрывается либо молотовыми, ну, либо такими вот проверочками. Крим за. Он забирает Гейда, не пропускает его в плент. Твист все это время морозится за смоками. Скорее всего, еще один-два фрага должны в его исполнении быть, а то может быть и три. Там Крим стоял за спиной, все клево. Забрал выходящего из ковров Эйзи. Ну, и Кэйди она также прикончил. Фнатик выходит вперед. Как же шведы просто выпутываются. Но, на самом деле, конечно, стоит отметить, что шансов у Норс было не так много с наличием тех девайсов. Точнее, пистолетов вообще, по большей части, которые у них были. Ну, вскрыли. Вскрыли хорошо позицию Бролана. Да, и вот этот момент волшебного смока, по факту, за уголочек которого ты заходишь и переводочка. Контролируешь выход. Эйзи. Выходит. Шведы, кстати, вперед. Фнатик 4-3 уже счет. Ну, очередной такой ответственный девайсный раунд для датчан. На перспективу, что называется. Бролан поджим ямы. Сам тушит. Пытается забрать верх. И, кстати, забирает. Будет ли размен. Но здесь попытки, однако, очень робкие. Бролана просто отпускают почти безнаказанным уже под самый конец. Он получает где-то 50 единиц урона. Но есть эндри килл. При этом настолько простой, казалось бы, да? Ты отбрасываешь дым на молотов, сам в него пушишь и просто забираешь верхнего игрока с гранатой в руках. Ну, Бролан красавчик. Я вот тоже с Виталити посмотрел. У них там дуэль с НБК постоянно на яме была. Бролан за защиту. Просто душил. 7-4 выиграл по дуэлям НБК на яме, что позволило, знаешь, отдушить эту позицию. То есть на коннекторе Кримс с Джейми, на яме Бролан. И просто ребята из французской команды особо-таки не знали, что делать. Ходили на базу Б. Посмотрим, как здесь для себя дачане разрулят этот момент. Потому что, опять же, вот Кримс по джиме на миду. Пытаются не пускать. Да, пока что закрывает андеграунд. Но, по-моему, эти позиции все-таки согнали игроков команды Норс подальше. Куда-то к Б дому. И, по всей видимости, в Б будет осуществляться выход. При этом на ноге здесь Твист. Ему, по факту, нужен один фраг и отойти в плент. Он, кстати, дает и попадает. По второму был прострел одним выстрелом. Мог бы похоронить Эйзи. Джейми его добивает. Ну, явно неудавшийся раунд от Норс. Ведь изначально по их позициям было видно, что они собираются раскидывать А. И выходить туда ранними таймингами. Ну, вот чертов Бролан. Пошел, поджал. Сделал килл. Спутал все карты. Норс. Ну, после этого было видно потерялись. Ну и, конечно же, этот фаст на Б себя не оправдал. Еще очень близок был этот прострел на кухню. Да. Контроль в два ружья на базе Б. Две снайперские винтовки. И Криемс, да посмотри, он вандер идет. Сейчас, может, заберет еще и Кирбая. Даже если нет, он забирает. Я сказал, подожму в этом раунде. Не на минуту, так в подвалы. Я поджал. Все. Красавчик. Нормально. Двайс, это довольно важно. 5-3. Ну, растерянность. Откровенная растерянность от Норс. Там ребята в нашей студии аналитики говорили, что с миражом, конечно, вопросики у Норс. Они пытаются найти. Но такая же игра была на других миражах у Фнатик. То есть, по началу плавания какое-то, да, по нахождению, скажем так, лидера на карте, который будет вести эту игру, может себе команда соперника позволить. Но итог один. Пока Фнатики выруливают, и уже по их уверенности, по этим поджимам, появляющимся потихонечку, можно говорить, что лидерами именно они являются. То есть, несмотря на счет. Счет-то тоже это подтверждает. Но тут уже какая-то сверхагрессия была от Виста. Его забирают прямо посреди центра. Есть, конечно, размена Джей Ви, но теперь 4 в 4. И Джеспер очень хочет сделать еще один минус. Он его дает, кстати, второй. Но откуда ни возьмись, появляется Кирбай. Игрок номер 0. Так, а где же он был? По-моему, на ладер-руме. Да, оттуда он как раз-таки забрал Джей Ви. Буду ли здесь ждать Кримса? Да, ждет. Спокойно Гейт. В общем, проблем ему никаких. Эта позиция не создает. Вот Снатик остается всего лишь дуо. Ну, как всего лишь. Бролан еще живой с аугом на тикет-боксе. Судорожно пытается выбрать гранату. Опять же, бинтов не замечено. Ну и 2 в 3. Вот если сейчас Гзист фраг не делает, то будет сложновато. Не делает. 1 в 3 Бролан на спальной позиции, на точке А. Тем не менее, все-таки на него идут. Продолжает, что интересно сидеть здесь же на тикет-боксе. И получает урон от Эйзи. Ну, через чур, наверное, хитро пытался сыграть Бролан. Хотя попытка действительно была неплохой. Ведь обычно после такого фрага игрок это тут же ливает. Ну, с тикет-бокса в данном случае. Здесь Бролан остался. Но как бы сам пострелял. И дал возможность Эйзи пропикать. Что ж, один из раундов отыгран. Командой Норс. Ну, это пока неплохо. Хотя, здесь уже чересчур агрессивные действия были. Да, когда 2 снайперские винтовки используются на центре. При этом одна из них просто стоит. Ну, я не знаю. Такая, наверное, не самая очевидная попытка фнатиков. Просто задоминировать уже. Задавить в Т-спаун своих соперников. Как бы стадия еще пока что ранняя. То есть, 2-3 даже не сыграна первая половина. И говорить о каком-то прям серьезном преимуществе здесь не стоит. То есть, Норс это не мальчики для битья. Они в моменты поджимов, ну, могут, во-первых, предугадать. Во-вторых, как качественно с ними справиться. Что они, в общем-то, в предыдущем раунде и продемонстрировали. Выйдя на численное преимущество. Изначально 3 в 2, а потом и 3 в 1, где замыкали 16-летнего Бролана. Ну, пока был поджим антиграунда. JV очень легко развели на выстрел. Он понимал уязвимость своего положения. И, соответственно, просто выстрелил. Если нет, ну и ладно, уходим. В общем-то, попытка была. Ну, стак опять же сделан на центр карты команды Fnatic по большей части. Норс бомбу также через теспаун перемещают поближе к А. Ну, и пока не торопится. То есть, вот, обыденный контроль поджимов, которые уже и демонстрировали Fnatic сейчас от Норс. Очень аккуратно, пиксельно чекают каждую позицию. Ну, достаточно, кстати, много гранат уже потратили Fnatic. Но гранаты, которые работают. Смачок под себя от Кримса и под это делает фраг. Ну, вот не поджимом подвала, а вот так вот аккуратно можно. Изи справляться и добывать плюс одного выжившего. Интересно, что Кирбайта туда смотрел, да, прицелом. Но, наверное, Кримс увидел своего соперника раньше. Теперь раскидка и выход ван. Тайминги довольно поздние. То есть, на 30-й секунде Норс будут выходить еще и в меньшинстве. Хотя, наверное, бомбу они, скорее всего, поставят. Подсадочка над Смаком. Хорошо. Может, момент захода как раз на головы быть. Там вроде сунулась ножка до Чанина, но он вовремя спрыгнул. Понял, что это будет запасно. Видел, видел. Предотвращает установку бомбы. Кэддиан врывается. Скорее всего, похоронит моего второго. Как ты не видишь? Ор выше гор. Ну, я не знаю. То есть, увидел первый и думал, ладно, может, Кримс меня не заметил. Такой уже Вальдемар в яме, но у него две секунды одна. Он делает фраг по Кримзу и это очередной раунд для Фнатик. Жесть. Кэддиан мог бы реально делать два фрага. Да, он врывался как просто наперевес с газонокосилкой против ничего не подозревающей травы. Косить ее, но как-то видишь, игроки стояли друг за другом. Ты на рефлексах пускаешь спрей из четырех-пяти выстрелов, да. Один падает, а второго ты уже все, на рефлексах не ждешь. Гашетка отпущена, ты разворачиваешься и он тебе... Интересный, интересный размен на головах случился, конечно, плюсовой для Фнатик. Нельзя сказать, что этим разменом они выиграли, конечно, раунд, но момент забавный, забавный. И один калаш, который в сейве остался у Вальда, так, в принципе, больше к нему ничего не закупается. Попытка выйти на Бролана. Бролан здесь как рыба в воде, но пока до него дело не доходит. Кримс контролит выход с ковров. Ну, Бролан пока что не дает ребятам выйти из ямы, отчаянно вносит урон. 60 кп остается у Вальда. Ну, вообще, единственный, кто имеет девайс, сохранен из предыдущего, вся команда Фнатик уже на А. И должен, наверное, Норс понимать, что дальше здесь им делать нечего. И, соответственно, они разворачиваются, уходят. Хотя и Фнатик по таймингу это понимает, андеграунд уже прожат. Бэдом контролируется, за спиной тиммейт. Сложно будет, конечно, Норс. Да, 10 лет в аркаде GV. GZIT здесь, в принципе, параллельным курсом информацию передает твисту, который выходит. Ну, один флеш-ассист, фраг еще один и последний. Ну, тот самый коллаж тут уже не проблема для GV. 7-4 в раунде от того, чтобы выиграть первую половину с минимальным преимуществом. За выбранную для себя сторону после ножевого раунда Фнатик находится. И пока, вот знаешь, за исключением проигранной пистолетки, которая всегда 50 на 50 второго раунда набранного, и не самых очевидных поджимов, когда отдались сами Фнатики, вот просто десантируясь по одному на мидл со снайперскими винтовками, Норс так ничего и не показали. Да, хотя ожидали мы от них заготовок, конкретно под Фнатик, особенно за сторону атаки. Но давайте посмотрим очередной раунд у Кэддиана АВПМ. Есть SG553 у мистера Эйзен, ну и пробежка по шорту. Кстати, в числе трех игроков сюда залетает молик, плюс дымы, которые не позволяют пока что сталкиваться. И сколько урона уже было внесено? Сколько гранат выброшено, то есть и стоя с другой стороны на контроль этого прохода шведы-то готовы. Казалось бы, логично предположить, что Норс сейчас будут накручивать темпы, и они для себя решили именно этим заняться. То есть чуть побыстрее поиграть, сбрить парочку позиций на миду и потом уже развивать на большинстве этот раунд. Но Фнатик отстоялись, никого не потеряли при этом. Там чуть-чуть дэмэджа внесено было по экзисту. Ну а здесь классическая 25-патронная ныне эмочка от Кремзапра. В размен сработало. Ну, Гейт здесь очень красиво сыграл важный размен. У него осталось 10 кп, но свою работу он сделал. Вот здесь прострелы через дымы. Твист не дает Кэддиану поставить бомбу из разменивая Джаспера. Не у Гейта 10 кп. Преимущество по здоровью, конечно, у Фнатик. Но Айвик... Ой, промахнулся Эйзи. Затем добил. Один в один. И не ваншот по экзисту. Два хп осталось. Два хп осталось у экзиста. Попадание от Айвика было. Шикарная попытка. Но восьмой раунд. Первая половина уходит команде Фнатика. И очередная пауза залетает от Норса. Не понимают, что этот раунд был очень близкий, важный. Но вот где-то не добили, не дожали. Да, кстати, вот еще одна интересная статистика. Друзья, тоже подсмотрел ее в этом же твиттер-аккаунте. Спириты 88% из 100. Ну, в общем, короче, это показатель в процентах, сколько раз спириты выбирали эмку с глушителем, пренебрегая эмкой 30-ти патронной. На втором месте угадай, кто? Фнатик. Фнатик? Да, они постоянно играют в 2-3 сайленсера. То есть пренебрегают. Это в выборе эмок. Но есть там еще статистика выбор эмок и аугов. И Фнатик здесь... Сейчас найдем. Ну, она не такая красноречивая. Где-то посередине, раз я ее не запомнил. Да, ну, 51%. То есть поровну между эмками и аугом. То есть два человека с аугами, два человека с эмками. Примерно как-то так. Ей! Вырывается, как зверь из клетки, из ямы. И делает свой фраг. Римс, однако, дает 2 кила в ответ. Кэддиан забирает его при 3-3. Не знаю, можно ли назвать занятым этот план. Вот теперь уже, да, JV получает молотов под ноги. Ну, и бомба уже должна быть здесь установлена. Кэддиан пока пытается влиться в джангл. JV посматривает в мидл, осознавая, что кто-то здесь должен быть. Но разминулся с мистером Кирбайем или не разминулся? Нет! У Джеспера все под контролем. А вот и второй! Что за жесть, да, делает JV. Вальдемар 1-3 под коврами. Хороший фундамент для ретейка. Казалось, второго фрага могло и не быть. И тем не менее, было бы неплохо. Но клевые флики от Джеспера в Эксела. Ну, Вальде. Позиция, которую здесь бы точно проверяли. Одного фрага было недостаточно от дачанина. И после диффуза этой бомбы уже преимущество будет достаточно солидным. 9-4 в пользу Фнатик. Красавчик, JV. Вот не узнать его. Подтащил свой личный скилл, по ходу, в последнее время. После таких обинных там событий 2018 года, когда никак Фнатики не могли достигать... Достичь, точнее, неплохих результатов. Вроде игроки, значит, по посеву на мажор Фнатиков на первое место поставили. Значит, где-то на праках зажигали эти шведы. Но результата, опять же, не было на мажоре, на ВЭСГе. Ну, посмотрим, что будет на старт серии. Пока сверхуверенное начало четвертьфинала. По крайней мере, на собственном выборе за сторону защиты. Ну и хорошая попытка от Норс, конечно. Все-таки именно они сделали первый фраг. Гейт очень быстро, агрессивно и уверенно. Вышел через яму на супер-радних таймингах. Ну, ладно, не о чем здесь уже и говорить. Ну, а что касается сайленсеров, наверное, в ближайшее время все чаще и чаще они будут появляться. Смотри, опять два. Статистику подтверждают. То есть она не обманывает, друзья, Фнатики. И Спириты, что интересно, кстати. Ну, вот я как-то за ними не очень замечал, а к Фнатикам присматриваюсь. Спириты вообще 88% выбора между сайленсером и 30-ти патронной эмочкой. Ну, да. Ну, с Амдаян там, по-моему, постоянно. Да, да. Ну, вот Виктора помню. А кто еще? Ну, Колди вроде. Ну, окей. Ну, можно потом пересмотреть. Вот в чате нам, может быть, подскажут дорогие бояре. Так, Дживи пока контрят дымом, наверное. Да, дым лег как нужно. И знаешь что? Нет, просвет есть! Есть просвет! Ой, как опасно-то это может быть! Другое дело, что Кайдиан, наверное, об этом понимает, подозревает, что здесь дырка быть может. Наверное, поэтому и стрелял. Ну, и Дживи. Ну, тут охота на Дживи. Подсадочка уже есть над подвалом. Как раз таки, когда закончится смачок, будет Джеспер в опасности. Эта опасность фатальна для него. Долго целились и быстро убили. Ну, замес пошел. Кримс попытался здесь все это дело сквитать на коннекторе. Свой фраг получил, но, опять же, меньшинство для Фнатик. Попытка зайти через коннектор. Бролан всю эту движуху запалил. Подозревает, что еще, возможно, где-то спиновой с ковров или с ямы. Ну, и игнорирует. Выход под инициативу собственных тиммейтов правильно делает уже большинство. Так, ну, Бролана здесь пытаются простреливать. Скорее всего, сейчас его... Нет! Не заберет гербай! Да что за дичь делает Бролан? Как он хорош! Непонятно. Ну, я не знаю. Это MVP League Major 2017 года. Сейчас не сумел парировать позицию Бролана, у которого уже было 37 хп. Точка, о которой известно, и Эйзи. Его еще и забирают после окончания времени. Как велисимо на шведском. У Эйзи 350 долларов. Ну, это жесть. Это жесть. Опять же, судороги у Бролана, он выбирает эти гранаты. Куда бы их откинуть? Понятно, что на команду играет. Получает параллельным курсом еще информацию от собственных тиммейтов, но выкручивается из нерешаемой ситуации. Пропик, класс дистанция, хэдшот от него защитил тикетбокс. Вывел на большинство комфортно и практически, ну, бросил все силы на победу в этом раунде. Последняя в разыгровке на первой половине. Пятнадцатый, друзья. И посмотрите, какой неочевидный бай у Норс. А, все плохо. Эйзи даже без армора играет. Так, гранатку. Ты что, передумывал отбрасывать? Нет, все-таки дал ее. Нормально она урона внесла. Теперь десант на к Зиста. Ну, еще один килл для него. Хотя уже пятнадцать есть у Твиста. Он также забирает Гейда. Ну что, это одиннадцать четыре. При том, что в первой половине три раунда к ряду Норс взяли сразу, да? По-моему, после этого лишь один они сумели выпутать из команды Fnatic JV. Неочевидный промах, но это уже вряд ли станет какой-то, не знаю, даст какую-то пользу команде Норсу. Эйзи не было армора, так что одиннадцать четыре. Так, стильный дед на месте. Пожилые террористы помнят. Хороший, шикарный счет для Fnatic. Да, так знаешь, что еще? По одному сценарию у шведов развивается защита на мираже, какая бы команда ни была. Говорю, вчера только смотрел с Виталити все то же самое. Виталити проиграли пистолетку, взяли Force, еще один там раунд подтащили. Все, и первая половина дальше идет уже по плану Fnatic в разгром. Если сами дают какой-то раунд подтащить, мы о нем говорили, это как раз четвертый для Норсов был, когда посыпались просто как спелые яблоки шведы из окна в поджиме со снайперскими винтовками, их поперестреляли. Ну, то есть навязали некую инициативу, были наказаны. То, что любая уважающая себя команда должна делать. И Норс, конечно, такой является. Но вот построить каких-то действительно структурированных, цельных раундов так, чтобы их завершить, пока этим парням не удавалось. Миражом у них, конечно, в атаке проблемы. Коэффициенты, друзья, были от нашего партнера GGBet. Ясное дело, что в Надик теперь уже фаворит. 1.38 на победу в матче. Ну, против, там, 2.6, что ли, было на Норсов. Ну, ситуация как бы по счету в лайве. То есть то, что по цифрам происходит, так букмекеры дают, тут все логично. Поэтому вы должны все понимать сами. Если есть у вас вера в датский состав и их защита на Мираже, то, опять же, принимайте такое для себя рискованное решение сами. Ну, а так вы видели эту первую половину и сказать, что здесь было, знаешь, найстрай на тоненького. У Норс, ну, нельзя пока. Ну, а если у вас вера в команду Норс во второй половине, напишите уж в чате, что вы вообще думаете по поводу того, как будет развиваться окончание карты Миража во вторая половина. Хотя Саймон Элиассон пока суперуверенным выглядит. И Фнатик, что, старый добрый пуш на Б. Даже не до контакта. Мы просто бежим на ноге. Посмотри, кто первый просто. Джеспер, который такие флики вешал. Ну, сейчас посмотрим. Тут Вист флик повесил. Хорошо. Так, Эйзи, ну, неплохо, на самом деле, разобрался с Джеспером. Но дальше Твист находит второй фраг для себя. Бролан ставит бомбу вроде бы под ковры. И выбивание. Итак, одну пистолетку в первой половине в меньшинстве. Норс уже потащили. Шикарно. Пошли уколы с первой в голову. Ответочка получена. Но маловато будет, если Гзис сейчас на бомбу не отыграет. И он все-таки выходит на эту ситуацию один в один. Бомба на дефолте. Бомба дефузится. Хорош! Гзис! Ну, ладно. Часто бывают ситуации, даже когда у КТшника нет тем более армора. Что ты вроде бы спамишь, а нормально вносишь урон. Понимаешь, куда примерно стрелять. Но четкое попадание в голову через дымы. И это старина Гзис, у которого не очень-то первая половина шла в плане убийств. Ну, знаешь, откровенно стоит подметить тот момент, что все-таки датчанин сел тем, чем надо. Повернулся к Гзисту. Прям вот макушечкой. Обычно как-то похитрее позицию выбирают. Вроде смачок стандартный. Ну, там чуть ли ве, чуть правее спиной крутишься, голову прячешь эту. А тут прям... Прям в макушку точно зарядил Гзист. Причем с первой. 12-4, друзья. 1-1 по пистолеткам. Но ценность второй пистолетки, конечно, серьезно возрастала. Для Норс по неудачно проведенной первой половине. Они ее проигрывают. Но фнатики пока что на коне. Смотрим, что будет дальше. По ходу девайсной в следующем. А здесь попытка с укреплением точки отстреляться. Пока получается два флеш-ассиста и две реализации юспов от Эйзи и господина Гейта. Все очень опасно сейчас было для Кримса. Вся команда Норс уже здесь сконцентрирована под точкой. Но на КТ, вы гляньте, здесь просто JV. Он просто идет через КТ. И, конечно же, пока два игрока фнатик будут работать через яму. Джаспер Вэксел сделает минус по первому. По второму также он даст фраг. И, конечно же, Кримс после этого задесантится под ковры. Ну, привет пока, лицо, рука. Я не знаю. Вроде бы все неплохо было у команды Норс, но JV в КТ. Ты уже ничего с этим не можешь сделать. Потому что последнее, о чем ты будешь думать, это о том, что в КТ по такому таймингу кто-то может быть. Минус соперники плюс 1200 долларов для Джаспера. Хорошая обходная позиция. Любят обходить, как было у нас с Energy и Na'Vi. Но раунд, откровенно говоря, изначально смотрелся хлипким, потому что ничего не было закуплено. Да, удачный дебют, ничего здесь не скажешь. Как бы укрепление, придумка, флешки, качественные первые фраги. Но всегда такие раунды еще нужно уметь заканчивать на большинстве, не имея никаких ресурсов. Ну, вот Норс не смогли. 13-4. Фнатики укрепляются и по счету, и по экономике. Мы смотрим, мы очень ответственны. И, возможно, даже один из самых... Ну, один из двух ключевых раундов по ходу этого миража. Ну, и нужно делать шаг к камбэку прямо здесь и прямо сейчас. Раскид B. Здесь двойка. Ну, несмотря на флеш, Койзи справляется с первым. Дальше Кирбай дает свой килл, отыгрывает на время. Но префы от твиста, он сегодня очень хорош. Тут же запирает кухню, ставит бомбу в закрытую. И с ковровой ее можно контролировать. Кэдиан, чтобы был прострел по твисту или нет. Уже непонятно и не особенно важно. Китов на это выбивание у Норс нет. Отсутствует также армор у Кайдиана. А вот Вальда забирает к зиста. Да, есть быстрый фраг, за который можно, в принципе, было бы зацепиться. Правда, бомба уже достаточно давно пикает. Такой особой активности от Норс мы не видим. И больше это похоже на экзит окружения, какое-то на экзит фраги. Хотя Норс могут на последних секундах врываться. Эти парни такие ретейки демонстрировали. Ну, всех перестреляли. Хватит времени? Вроде да. Вроде должно хватать. И с первого девайсного раунда после диффуза этой бомбы от Вальда, который еще успел пить тюни налево-направо, раздать одну руку от диффуза, другая рука для пить тюни. Ну, вот хотя Кримс мог бы потянуть время, будь у него инфа. Ну, хотя откуда бы этой инфе взяться? Тем не менее, что у соперника нет китов. Он ведь вышел, и два его соперника стали в рядок. Он внес урон по первому и по второму. Вот немножко не добил. То есть попытка была хорошая. Помнишь момент из первой половины? Кармический долг возвращен? Когда дачанин врывался на двух шведов на головах и постелил первого, а от второго отвернулся. Кто это был? Да, да, это Кейдин. Один в один, да, момент. И только на этот раз сыграл он в пользу дачану. 13-5. Шаг к камбэку сделан. Нужно продолжать. Пока что особо Фнатик здесь ничем не отвечает. Пистолеты от них. Прогулочка в развалку по миду. Быстрая попытка запушить коннектор. Удается, но здесь опять же в перекрест еще играют дачане. Гейт поблизости. Тиммейт чуть поодаль воруется. АВП для GV, но ненадолго. Его просто пробрасывают хаешками. Гейт переключает внимание на окно, где забирает гзиста. Да, неплохая попытка, но один килл что-то мне подсказывает, что вот этой потерей все у Норса должно ограничиться. Предсказатель Константин. В действии. Проверим. Давайте. Ну и Кримс последний. Дигл, конечно, хорошо. Контроль дистанции в пиксель на шорт тоже неплохо, но оттуда никто на Фредди не выйдет. Константин прав на 100%. Один только лишь фраг. Хорошо для Норс, тем лучше, как говорится. Потеря всего лишь одного девайса в преддверии крепкого оружейного от Fnatic и работа в долгу и по экономике. И главное не смотреть здесь на табло и просто концентрироваться на каждом следующем раунде своих оппонентов и его убирать с повестки дня, зарабатывая себе очки в копилку. Авик у Твиста. В первой половине мы говорили, что в основном в атаке именно он выполняет снайперскую роль. Ну, Кэдиан. Авик в своей команде здесь ничего не меняется. Быстренько Fnatic бегут на центр карты. Вальдемар просто проверил на ножа окошко и ушел обратно. Стреляться он явно не хотел, так как где же авик находится? Игрок номер 9. А он в коврах B. Интересно. Ну, под агрессию. Под агрессию играет. Если кто-то будет пытаться сразу там пикнуть, то, в принципе, этот авик пригодится. Тут дело в том, что он Эйзи запускает подальше. Посмотрите, Эйзи уже вышел из ковров. Может быть, пойдет даже на андер в тот момент, когда Fnatic работают через мидл. Пробрасывают в Альдемара. Эйзи тем временем через телевизор заходит в спины. Двайс, правда, не самый подходящий. Это UMP. Нужно сокращать дистанцию. Нет, все хорошо. Не теряя времени тут решил не расплескать пока преимущество, добытое по заходу в спину. И смотрите, что пошло. Просто народное хороводоводство. JV. Но он-то должен понимать, что ему сейчас зайдут в спину. Он чекает. Он чекает постоянно. Вопрос в таймингах. Да, увидел ножку. Выстрелил. И Эйзи все-таки спасает этот момент. 19 кп остается. Что же у Кирпоаи? Он должен забирать Гзистада. Бомба падает на шорте. Ой, как неприятно для Fnatic. Бролан в спину забирает Гейда. Начинается полная вакканалия. Кэдиан закрывает Бролана в окне. JV несется туда. 40 секунд еще достаточно, чтобы этот раунд спасти. Ну, гнет свою линию Джеспер откровенно. То есть инфа по нему есть, что проход базы B от одного из игроков атаки был осуществлен. И Джеспер пошел через край земли в путешествие. Ну, как-то вот и Кримс потихонечку подходит с разных позиций к этой бомбе. Кримс попытается под смачок и флешку все-таки ее заполучить себе на руки. Но ненадолго падает он. Джейби по-прежнему в спине. Еще один хороший фраг от него. Но, правда, один против двоих. Времени критически мало. 10 секунд. Еще один. Просто в погоню за фрагом найти еще одну позицию. Так, а он на стуле-то сидит. Подождите. 5-4-3-2-1. Ну, Джейби делает это. Никуда не мог Эйзи уйти из позиции стула. Хотя понимал, что это уже выигранный раунд с бомбой, которая валяется на шорте. Которую нет никакой возможности подобрать и установить. Тем не менее, чудовищно занятая позиция Эйзи. Ну, просто безблагодатность, безысходность. Ты красный. На тебя идет Джейби. Все, что ты можешь, это повесить в голову. Но нет. Джеспер вытаскивает раунд, который невозможно на самом деле вытащить было. Ну, это 13 секунд и 3 в 1. Ну, 5-4-3 и просто сладкий на стуле сидит. 3 секунды. Что за дикий матч? Что за дивный Джейби? Ну, сейчас просто видишь Джейби и текаешь от него по всей карте. Потому что он... Друзья, напомню, он прошел через базу B к этому клатчу. Через тикетбокс, через КТ к коннектору. И инфа по нему была, что самое главное. Но концентрация Норс, походу, была на том моменте, что их больше в 3 раза. И у них бомба. Ну, окей, окей. Урок получен. Что будет дальше? Пока что отсутствие хорошего количества девайсов для нормального раунда в защите, прошу прощения. Ну и быстрый раунд от Fnatic. Вскрытие под смачки, под флешечки. Все аккуратненько. Достаточно такой раунд, который есть у всех, что называется. Ну, тут раунд, в котором уже хорошо было бы на сейф уйти, наверное, Вальдемару и Эйзи. Непонятно, хотят они это... Да, 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 хотят. И Fnatic это должны зачитывать. Ну, не знаю. Прошлый раунд, по-моему, был ключевым. То, что могло позволить Норс вернуться в эту встречу, все-таки обернулось против них. Джей Ви. Очень хорошая форма и полностью прав был, конечно, Андрей Городенский в студии аналитики, рассказывая о том, что Джей Ви сильно поднабрал. Потому что вот по началу года, знаешь, его эти неоправданные маневры, как он раньше любил с эвит оффом каким-то, или с Максимовым там пойти куда-то поджать. То есть сейчас такого в основном нет. Да, видишь, по ходу было понимание, опыт, да, как я делал это раньше, но не было достаточно уровня, опять же, повторения этих моментов. То есть постоянных тренировок, тренировок, тренировок. Ну вот сейчас набрал, набрал скиллуху и возвращается Джей Ви прямиком в 2015 год. Красиво играет, но пока это Мираж, друзья. То есть можно, конечно, хайповать сколько угодно, но уже Fnatic на этом турнире подтвердили, что Мираж у них очень крепкий. И они-то и с командами, у которых у самих Мираж-то крепкие, могут и наравне выигрывать. Ну, Норс, как мы видим, проблемки есть, а они невооруженным глазом видны. Да, но следующая карта Нюх, может быть, на ней получится. Хотя уже по ходу этого турнира команды, которые пикали Нюх против команды Fnatic, серьезно и жестоко об этом жалели. Да, потому что Fnatic вообще все равно это отличная карта для камбэков, например, как Fnatic любят. Знаешь, и Норс-то сами обжигались, там против Нюхпов пикнули, 14-16 проиграли. Ну, Нюх такая очень интересная карта в этом плане. Ну, а пока поджим ямы, очень неудачный также в КТ просачивается GV. Да, походу, бесшансовый Мираж здесь, мистер Эйзи остается последним, каким-то чудом перестреливает Джеспера. Но 15 хп, понимание у соперника, местоположение и Филипп Эйстру поесть. Так что все, что остается, это уповать на какое-то чудо. Чудесное. Ну, Эйзи. Дорабатывать надо, он профессионал. Почекал лево, почекал право. Минус Эйзи, минус раунд, минус половина, минус карта. Но это был, опять же, не выбор датской команды, поэтому расстраиваться рано. Для проформы. Питюни, особых эмоций, опять же, у Fnatic нет. Они прекрасно понимают, что так, в принципе, все на Мираже и должно было закончиться, с легкой погрешностью и в пару раундов. То есть могли Fnatic 14 выиграть, выиграли 16-6. Все равно счет, как был нерабочим, таковым он и остался. Все, что в недоборе 10-12 раундов и где не пахнет потной концовкой, это доминация. Поэтому заранее поздравлять мы Fnatic не будем. Будем ожидать карту Nuke, но до этой карты наша студия аналитики должна по косточкам разобрать происходящее на Мираже. Но если что-то там разбирать по большей части, потому что мы видели 6 раундов от Nors, 3 из которых они взяли в самом начале, как мы и говорили. То есть пистолетка, соответственно, экономический, первый девайсный, какие-то разрозненные раунды уже под конец. Можно разобрать Clutch от GV. Ну, например, это такое вот событие. Ну, много таких моментов было. Создавал для себя GV-то и сам момент из того, что я видел там с Vitality, подсмачки где-то аккуратненько, агрессивно рвали, хорошо, темп. Датчана, в общем, наверное, игру по большей части именно шведы. Этой командой можно разбирать, потому что Nors я с тобой соглашусь. Ну, бледненько, бледненько смотрелись. Ну, что ж, мы будем ожидать северян на карте Denuk, которая у них явно должна быть получше. Но, знаешь, недавно пересматривал там лучшие моменты и видел, как Zipix выиграл 1 в 5, просто просочившись на вентиля. Такой легендарный момент, обезвредив бомбу. Но, да ладно, в любом случае мы передаем слово нашей студии аналитики и вернемся к вам уже с карты Denuk. Крутой, да? Рассказать не взял. Во. Ну, смотри, захочешь на кэсточка money? Тут тебе и обменник, и торговая площадка. Выбрал, нажал, получил. Удачи, братан. «Лоса и кэсточка турнира» на широкую площадку. Удачи, братан. Удачи, братан. Удачи. Мы отрекли, братан. Нет, кэсточка лица. Удачи, братан. «Лоса и стендера» Продолжение следует... Выбирай количество участников и приглашай друзей с помощью уникальной ссылки. Наблюдай за крутым дропом и выигрывай все! Hellcase. Не пропусти эпичные баттлы.